Раскуйте! Раскуйте! Как приятно мне вас видеть, а? И нас, и нас каждый раз все больше и больше. И вас все больше и больше, и нас все больше и больше. Набирайте терпение. Сегодня концерты будут зимние, мы по-малу играть не умеем. Поэтому хорошо, что свет горит. Как уходить начнете, значит пора заканчивать. Но мы правда будем играть долго. Я очень люблю приезжать сюда к вам. Здесь такие хорошие живут люди. Вот я сегодня смотрю там в фойе, да я уже как минимум половину из вас знаю. Мы приезжаем в третий раз, и все больше и больше. Я уже сегодня с Ольгой Ивановной переговорил, и говорю, кажется, за следующий год придется ставить, наверное, два концерта, потому что на один все не уместимся. Уже это правда здорово. И, конечно, в первую очередь спасибо вам большое, что вы любите наш родной их инструмент кормон, что вы ходите на нашу концерту. За это вам огромное спасибо. Радо. Спасибо. Ну, и, конечно, огромная благодарность и руководителю Дома культуры, и всем-всем работникам за то, что они вас оповестили, собрали. И мы сегодня снова здесь с вами, и сегодня в Венске снова праздник русской гармонии. Правда? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а мы давайте тихонечку будем начинать. Видели поле чудесное? Да. Да? О, как бы это. Все, слава Богу, все прошло, все нормально. И сразу просто скажу, люди-то спрашивают меня, сразу, что не пошел на супер-групп? Да, по одной простой причине. Мы ходим туда не играть, и не запризать, и не выигрывать. Мы ходим для того, чтобы нас увидели вы, наши зрители. И больше нет. Я бы хоть вообще ничего не выиграл, а я бы нисколько не расстроился. И самое-то главное, там разрешается песню спеть только полторы минуты. А у меня песня три минуты десять секунд. Поэтому, я думаю, сэкономлю время, вдруг оставят полностью. И оставили, слава Богу. И вот это самое главное. Больше у меня ничего не надо было. И в процессе съемок, когда мы эту передачу снимали, общались и со съемочной группой, и с режиссерами, и с Игубовичем Ильдим Аркадьевичем. Я ему сказал, что мы едем с гастролями, и будем в Архангельской области. Вот у нас четыре концерта в Архангельской области всего в этот раз. И он тогда сказал, ну тогда вот там, где вы едете в Архангельской области, передавая от меня привет. Так что вам всем привет от Леонида Аркадьевича и Кулинаевича. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Живи в деревне, живи, Пожалуйста, не умирай, Признаюсь, я тебе о любви, А он за душевный кран. И сколько других ищи, В России такая одна, Ты радость моя, мужчина, Новая старина. Новая старина, ты у меня одна, Среди песком песок, и величий голосок. Новая старина, на ее потолбина, Про наш малагонский край, В строчках может играть. Спасибо. Вот я именно с этой песни и начал, которая прозвучала в поле чудес. Сегодня все-таки, пускай у нас свет опять в зале горит, главное, чтобы я видел ваши лица, ваши глаза. Потому что, ну не могу, во-первых, играть и петь, когда я не вижу людей, не могу. Потому что вы, может быть, через полчаса уйдете домой, а мы тут три часа будем петь, и не видят, что там творится. Ну и, во-вторых, конечно, к нам сегодня приехал наш видеооператор. По возможности он приезжает, Анатолий Супаков. Прошу любить и зала, жаловать целый вечер на сцене. Сегодня. И дай Бог, если все получится хорошо, и получится у нас видеосъемка, то мы из сегодняшнего концерта сделаем видеофильм целый и растиражируем его на диск. Так что, возможно, дай Бог, все, что получилось, в следующий раз уже привезу диск. Будете смотреть не только нас, но и себя. Поэтому я попрошу их поснимать даже и зрителей сегодня побольше. Ну, а мужики, ну, пойдемте посильнее тогда, ладно? Вот. Мне все-таки этим летом удалось, там, в Волоконской области, вот кто, может быть, не знает, так и о Волоконске, Бабаевский район, Бабаева, 70 километров лес, деревня Новая Старина. Там моя родина, там родился и вырос. И вот мне все-таки удалось этим летом пожить, там, два месяца в деревне провести. Ну, как вам сказать, приехал я оттуда, в Москву, ребята-гармонисты меня спрашивают. Ну, как оттокнул? Я говорю, оттокнул. О, устал, как собака. Ну, правда ли, где вам объяснять, что на самом деле хорошо иметь домик в деревне, правда? Одно приколотил, второе отвалилось. Это приколотил, третье сгнило. И это бесконечно, бесконечно, бесконечно работа. Но все-таки мне удалось написать несколько новых песен этим летом. И я хочу вам их сегодня показать. И первое из них называется «Воспоминание Агенция». «Воспоминание Агенция» 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 С кавелки домой земляник унес, Старой пекке задом наперемет. Нарко не вероход, шесть утра по сду, Стадо выгоняет на пробор. В молодой душе комсомоль и дух, Все это кипит, как сладкий сон. Воспоминания о неночках золотых, Сать не дают тревожат по ночам. Буравят морс и больно бьют под дых, Лучше горит моя облывшая свеча. Жил большой колхоз, много мужиков, И гудят на поле трактора. К бабушке идти пятьдесят шагов, Сказки слушать чуть не до утра. Может, бросит кто землю сильна, Приезжаю до Атуми путь. Буравят морс и больно бьют под дых, Сать не дают тревожат по ночам. Буравят морс и больно бьют под дых, Лучше горит моя облывшая свеча. Буравят морс и больно бьют под дых, Лучше горит моя облывшая свеча. Буравят морс и больно бьют под дых, Лучше горит моя облывшая свеча. И я всё своё детство провёл с бабушкой, Всё к ней бегал через дорогу и дневал, и ночевал. И, знаете, вот, даже бабушка меня научила печь длинные густые печки на густого рода, Я так умею сейчас, и до сих пор вот приезжаю, как вообще на родину удаётся обязательно печь. Научила печь пироги, Научила ткань молодяки. Вот посадим меня сейчас за кросло, сделаю. Ну почему, воспоминаю, но сделаю. Тряпки мы с ней рвали, помню, всю зиму. И красили, и даже там, Господи. Вот настолько было у меня такие тёплые воспоминания о том времени. И мне давно хотелось написать песню, посвящённую моей бабушке. И никак вот всё не получалось, а этим летом получилось. Я вам хочу её показать. Песня посвящена моей бабушке Мане. И, наверное, всем нашим самым любимым, самым дорогим бабушкам. Потому что у всех у нас когда-то были самые-самая правда нашей любимой бабушке. И песня называется «Калиточки-рагунички». «Калиточки-рагунички» 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 «Калиточки» «В шоколадок тонких блиточки» Я записила жизненные дела, а на весу все было некогда. Я к всему я бросил все дела, не пришел тебе до некуда. Я записила жизненные дела, а на весу все было некогда. Я к всему я бросил все дела, не пришел тебе до некуда. А почему легло на сердце рано? Много любви и не проходит. Почему, скажите, слишком рано? Наши бабушки от нас уходят. Но я знаю, они где-то рядом. В нашей памяти и в нашем сердце Сотографы своим добрым взглядом Открывают в наших душах верцы. Но я знаю, они где-то рядом. В нашей памяти и в нашем сердце Сотографы своим добрым взглядом Открывают в наших душах верцы. Ах, опы, малины калиточки. Ах, опы, малины, враг, друг, крючки. Сотографы, кто-то в плиточки. В моей мамочке-то в пулочке. То есть я до них не поняла, Когда височка была неожиданна. А я сегодня бросил все дела И нашел передание туда. А папы мамины калиточки, А папы мамины ракурички, Шоколадок в конких приточки, Моей бабушке-бабулечке. Ты запросила жизнь её удела, На месте всё было негода, Я сегодня бросил все дела, Ты пришёл к тебе до некуда, Ты пришёл к тебе до некуда, Ты пришёл к тебе до некуда. И ещё одна песня, даже больше не песня, а такая зарисовка, она шуточная. Я вот тоже в досуге этим летом, знаете, о чём подумал? Вот мы, ребята-гармонисты, ездим уже достаточно немолодые, Мне вот пятьдесят на следующих было, кому-то больше, кому-то чуть меньше. Молодые ребята появляются, но их мало, гармонистов. И зритель наш в основном на наших концертах, на гармонии от сорока лет и выше. И я вот о чём подумал. Вот скажите мне, пожалуйста, вот где находится та грань, Когда ты вроде ещё не старый, но уже и не молодой. Вот где находится эта грань? Ну я вот сейчас вспоминаю. Я приеду к родителям туда, к себе в деревню города, Машину брошу, банку молока выпью, возьму косу и скажу по огороде. Сейчас приеду. Молока нет, но первое. Во-вторых, посмотрю внимательно на огород, И думаю, хоть ты всё поучи зароси, У меня два не возьмё, не буду косить. И я даже вот встал почти на каждом концерте, Ну вам уже газеты на саде, спрашиваю, Сколько всё-таки лет в душе. И все в один голос говорят, да не больше сорока лет. Правда. И сегодня вот спросила, ну не больше сорока лет в душе. Хотя и здоровье не то. Я у отца своего спрашивал, садства небесного, Уже под 80 лет его было. Вот сидит уже такой немощный, стоит. Я говорю, вот он сидит и говорит, вот сейчас, В умом, как-то в горы свернул. А вот так вот руку поднимет, допустим, Куда всё одевалось? А силы-то в руках было. Вот. И я как бы вот размышлял на оплему. У меня получилась такая шуточная песня. Там в конце одна строчка повторяется. Я надеюсь, вы мне поможете её подпеть. Ладно? Громко только. Договорились? Песня называется «Молодость и старость». Ходят рядом, вроде молотка, а уже седой. И взорвавшимся снарядом, вроде встанут следом ходовой. Ты и тебя на белом свете крашеبد colleges. Не даст ты тут 3 легезды! Старый ходен глубоко не вспашет, Но ей не сломит там. Развителен! Ты и тебя на белом свете краше Tonight Не даст ты утренний звезды Archives! Помогай, старый ходен глубоко не вспашет, Но ей не сломит там. Развит�ы. Лишь вчера была ты недорога, А сегодня жизнь векует счет. Молодым везде у нас дорога, С рекам, конечно же, почет. От моей деревни до Галаши Ровно три километра езды, Сами коням дуба, коням спавши, Мои и сухи морозы. От моей деревни до Галаши Ровно три километра езды, Сами коням дуба, коням спавши, Мои и сухи морозы. ПЕСНЯ 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 Аплодисменты Ему уже в последней строчке, чтобы песню заканчивать немножко по-другому Говорит, надо спеть так, старый конец Он в лаконе спашет Просто ляжет в борозду и спит Ну как бы надо